В Сургутском районе для социального сопровождения семей мобилизованных создали рабочие группы. Всего их семь. Каждая работает по определенному направлению. Например, специалисты занимаются вопросами сохранения рабочих мест тех, кто отправился на спецоперацию. Помогают с трудоустройством членов семьи, если это необходимо. Другая группа обеспечивает связь с учебными центрами, где сейчас призванные мужчины проходят курс военной подготовки. Сегодня созданы группы из числа социальных координаторов в каждой территории Сургутского района и силами социальных координаторов. При взаимодействии с Центром добровольческих инициатив, он тоже в составе нашей рабочей группы по этому направлению работы, создаются социальные паспорта на каждую семью. Социальный паспорт содержит всю информацию о членах семьи и, конечно же, о потребности, которые возникают в семье в силу известных обстоятельств. В работу по сопровождению семей включены также структуры управления социальной защиты. Большая часть запросов от людей о помощи в решении вопросов с финансовыми займами. Специалисты консультируют, как получить кредитные каникулы семьям мобилизованных и до какой даты они предоставляются. Учителя-волонтеры помогают с сопровождением первоклассников до школы, консультируют по выполнению домашних заданий. Заместитель главы Сургутского района также отметила, что в муниципалитете уже начали действовать льготы для семей мобилизованных. Дети дошкольного возраста из семей мобилизованных граждан, они обслуживаются в детских садах на бесплатной основе. Компенсация затрат происходит практически по фактически понесенным затратам. И вторая помощь – это двухразовое горячее питание детям, школьникам. Это тоже в школах, собственно говоря, с 1 октября норма вступила. Она вот сейчас доведена до наших образовательных организаций. Продолжение следует...